МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Писанница Джулиан Вильсон утверждает, что увидеть новые горизонты невозможно, если существенно не продвинешься вперед. Ну, умнее не придумаешь. Но знаете, что мне кажется? Может быть, наша извечная природная любознательность заставляет нас бесконечно двигаться вперед ради того, чтобы увидеть вот эти самые новые горизонты. Но в любом случае замечательной иллюстрацией к этому тезису служит интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Да, можно не сомневаться, что сегодня мы с вами будем двигаться вперед, откроем новые горизонты и, самое главное, совершим несколько открытий. Ведь у нас же сезон открытий. В первую очередь мы сегодня откроем имя первого финалиста. Да-да, уже финалиста. Восемь команд, сформированных по профессиональному признаку, как обычно, начали наш сезон. И вот осталось их четыре. Две из них сегодня в нашей студии. И одна из них сделает решающий шаг к победе в сезоне. К почету, к славе, к уважению и, разумеется, к призам, которые на этот раз приготовил партнер программы открытое акционерное общество парфюмерно-косметическая фабрика «Модум. Наша косметика». Спонсор вашей здоровой улыбки – серия для ухода за полостью рта «32 жемчужины» от парфюмерно-косметической фабрики «Модум. Наша косметика». «32 жемчужины» – это качественный уход за полостью рта и неизменное ощущение уверенности в себе. Улыбайтесь на здоровье. Для улыбки так важны «32 жемчужины». Ну что ж, у нас середина сезона, а это значит, что посередине своего пути и подготовка к сезону следующему. Она, как известно, начинается с того, что команды подают свои предложения, свои заявки на сайт телеканала СТВ. Так что, друзья, еще не поздно присоединиться к нашей замечательной компании. Насколько она замечательная, вы сможете убедиться, когда вновь увидите лица наших замечательных полуфиналистов. Я с удовольствием представляю наши команды. Итак, в синем углу интеллектуального ринга заслуженная команда, которая называется «Четыре перца». Партнер команды «Четыре перца» – Ашмянский мясокомбинат. Ашмянский мясокомбинат – предприятие с богатой историей и традициями. В 2015 году отмечает юбилей 115 лет. Ашмянский мясокомбинат с повагой до якости. Но противостоит им, пусть чуть менее опытная, но не менее многообещающая команда под названием «Ювелиры». Ну, тут понятно, ювелиры, они и есть ювелиры. Причем, будем надеяться, что это свое звание, это свою профессию, они проявят сегодня и в нашей игровой студии ювелирным образом, отвечая на вопросы. А вопросов будет много? Ну, как много, как всегда. Потому что в игре нашей будет пять раундов, и лишь в конце мы определим, кто же станет финалистом. Но нам прежде осталось, естественно, поподробнее вспомнить состав команды. Поэтому я, как обычно, обращаюсь к капитанам команды. Итак, Виталий представляет команду «Четыре перца». Здравствуйте. Ну, наша команда «Четыре перца», и вот первый перец от меня – это Михаил. Как он любит себя называть человек с нордическим скрытным характером, хотя за этим всегда скрывается доброта и отзывчивость. Как вы меня описываете прямо, я первый перец от вас, Михаил. Доброта и отзывчивость. Ну, вы тоже хороший перец. Спасибо, я просто не такой белый просто сегодня. Вот, дальше наш самый молодой перец. От него всегда сквозит задором и молодостью, и в любой компании с ним весело. Александр. Молодой зеленый перец. Ну, молодость – это не порог. Я, это точно. Это его заслуга. И следующий член нашей команды – это Виталий. Это человек, для меня этот человек олицетворяет доброту, отзывчивость, и который готов прийти в любой ситуации на помощь. Это скорая помощь нашей команды, Виталий. Ну, и кто же представит главного красного перца? Кто же, как не я, самый старший из присутствующих здесь перцев, представлю нашего капитана? Это человек широчайших души, горячего сердца, холодного ума, и ох, не даром мы называем его мистер Ред. Наш капитан Виталий. Ну, а теперь давайте познакомимся подробнее с командой, которая называется «Ювелиры», с помощью ее капитана Вадима. Все те же мужество и гордость команды. Евгений. Анастасия. Красота и справедливость команды. И Елена, смекалка и интуиция команды. И наш капитан, честь, ум и совесть нашей команды, Вадим. Ну, и вот вторую игру подряд я жду, когда они начнут называть друг друга рубинами, алмазами и изумрудами интеллекта, и ничего пока не происходит. Видимо, они берегут это на финал. Ну-ну, посмотрим. Ждать осталось недолго. Впереди уже первый раунд. Меня зовут Михаил Марфин, и это интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Это его самый первый раунд, который называется «Интеллект-старт». И жребий уже определил, какой же из команд достанется первые 100 секунд в распоряжении, для того, чтобы ответить на максимальное количество вопросов. По жребию эта команда называется «Четыре перца». И я готов, а вы? Мы готовы. Ну, и секундомер готов. Тогда поехали. Как называется понижение звука на полтона? Дальше. Бемоль. Какое растение окружало жилище ослика и а? Полынь. Чертополох. Какой мифический герой влюбился в собственное отражение? Нарцисс. Верно. Сколько мегабит в мегабайте? Тысяча. Миллион. Тысячу двадцать четыре. Восемь. Восемь. Какому государству принадлежит остров Кенгуру? Австралия. Верно. Сколько лет надо прожить в браке, прежде чем отпраздновать жемчужную свадьбу? Двадцать пять. Тридцать. Натрия в питьевую воду? Шитовидка. Харис. Частым посетителем какого кафе был Штирлиц? Элефант. Верно. Чья красота стала причиной Троянской войны? Елена. Верно. Что купила муха-цокотуха, нашедшая денежно? Самовар. Самовар. Самовар, правильно. Какой музыкальный инструмент традиционно делается из валовьи шкуры? Волынка. Волынка, правильно. Какой американский писатель рассказал нам про Тарзана? Берроус. Берроус, совершенно верно. Столица Северной Ирландии? Белфаст. Личинки какого класса животных дышат жабрами, а взрослые особи легкими? Земноводная. Верно. Если она плавает, то как угодно, а если ходит, то только по прямой. Дальше. Ладья. Кот-толстопус часто противостоял этим двум бурундукам? Чип и Дейл. Верно. Толщина до 8 метров, высота до 16 метров, длина около 3,5 тысяч километров. О чем идет речь? Китайская стена. Автор картины «Запорожцы». Репин. Репин. Древние римляне говорили, там лежит заяц. А о ком говорим мы? Собака зарыта. Собака зарыта, верно. У человека сустав, а у робота? Сочинение. Шарнир. В каком фильме прозвучала фраза «Видел я эту Италию?» Сапог с сапогом. Можно ответить. Итальянцы в России. Нет. Формула любви. 21 вопрос был задан. 12. Получили правильные ответы. Это не очень высокий результат, друзья. Но я напоминаю, что это полуфинал, и поэтому вопросы стали заметно сложнее. Боитесь ювелиры? Чуть-чуть. Ну ладно. Ну так. Гран. Унцию. На каратик. Ну, поехали. Как называется повышение звука на полтона? Октава. Диез. Диез. Я первый. В каком цветке нашли дюймовочку? Ландыш. В тюльпане. Кто адресовал свое письмо на деревню дедушке Константину Макаровичу? Дальше. Мальчик. Да. Ванька Жуков. Название какой страны до 1986 года официально переводилось на русский язык как «Берег слоновой кости»? Кот-дивуар. Кот-дивуар. Верно. Какое насекомое в Европе знают как солнечного теленочка или божью овечку? Божья коровка. Божья коровка. Правильно. Чья многолетняя работа с камнем стала символом бесполезного занятия? Сизиф. Сизиф. Правильно. Актер, первым получивший три статуэтки Оскар? Джек Николсон. Верно. Сколько лет надо прожить в браке, прежде чем отпраздновать рубиновую свадьбу? 50. 40. Какая единица измерения информации следует по величине после терабайта? Петабайт. Петабайт. Правильно. На какую героиню сказки обиделась вся посуда? Федора. Федора. Под каким именем нам известен музыкант Ричард Старки? Дальше. Ринго Стар. Французский кинорежиссер, снявший фильм «Иллион», «Подземка», «Голубая бездна»? Бессон. Люк Бессон. Верно. Как называется совокупность психических процессов, не представленных в сознании субъекта? Подсознание. Бессознательное называется. Отгадайте загадку. Шесть ног, две головы, один хвост. Дальше. Псадник на лошади. Какую овощную культуру еще называют земляная груша? Топинамбур. Верно. Столицу Эльса? Кардив. Правильно. Как звали жену Одиссея? Пенелопа. Пенелопа. Правильно. Из чьих уст прозвучала фраза «налетай, не скупись, покупай живопись». Трус. Трус. Верно. Исполнял Витсон. 18 вопросов было задано. 11 получили правильный ответ. Могу себе представить напряжение на последних секундах этого раунда, которое чувствовали четыре перца. Ну, в общем, и правильно, потому что 11-12 – замечательный счет для первого раунда, который обещает нам в первую очередь игру равных соперников, а значит, интересную игру. Интеллектуальная азбука. Азбука будет объединена темой «кинематограф». Но это, во всяком случае, знаете, здесь нет гендерных различий, потому что очень дамы напрягаются, когда речь идет о спорте, очень напрягаются мужчины, когда речь идет, скажем, о чем? О моде. О моде, да, например. Вот. Ну, во всяком случае, здесь что-то такое всеобщее. Так что, не знаем так вместе. Поехали. Буква А на экране. Пожалуйста, Александр. Афоня. Афоня, совершенно верно. Леонид Куравлев в замечательном фильме «Афоня». Буква Б. Пожалуйста, Виталий. Белые росы. Белые росы, совершенно верно. Синхронно. Виталий, вас много, Виталий, поэтому смотрите, на кого я смотрю, хорошо? А кто сейчас был? Сейчас вы были, да. Я знал. Что вы знали? А я нет. Белые росы. И он тоже. Спасибо. Вы практически хором сказали, и Белые росы знали, что... А вы знали, что это Белые росы? Знали. Ну, молодцы. Тогда все по-честному. Тогда нажимайте кнопочку скорее. Буква В. Вот. Нажал кнопочку поскорее Вадим, воспользовавшись моим советом, и отвечает, что это В. Жан-Клод Ван Дамм. Жан-Клод Ван Дамм. Совершенно верно. Только Ван Дамм, Жан-Клод, потому что Жан-Клод Ван Дамм, это на Ж, а у нас буква В. Поехали дальше. Буква Г. Пожалуйста, Александр. Вупи Голдберг. Голдберг Вупи, я бы сказал. Вупи Голдберг, да. Тут не перепутаешь даже с Жан-Клод Ван Даммом. Буква Д. Вадим. Анжелина Джоли. Анжелина Джоли. Как интересно вы делитесь, да? Вот перцы знают Вупи Голдберг и Куравлева. А здесь Жан-Клод Ван Дамм, Анжелина Джоли. Ну, посмотрим, как вы дальше будете говорить, да? Насколько эта тенденция будет устойчивой. Буква Е у нас впереди. Понимаю, Анастасия, что за кино? Ешь, молись, люби. Да, парни, извините. Вы, наверное, это кино не смотрели. А я посмотрел, мучился, осмотрел. Врага надо знать в лицо. Так, буква Ж. Ну, книжка интереснее. Ну, я ее не читал, но все говорят, что книжка интереснее. Буква Ж. Пожалуйста, Александр. Женить бы Бальзаминова. Женить бы Бальзаминова. Все правильно, тенденция сохраняется. Здесь советская классика, тут, значит, современное западное киноискусство. Буква З. Пожалуйста, Александр. Марк Захаров. Марк Захаров, совершенно верно. Замечательный режиссер. И театральный, и кинематографический. Буква И. Вадим? Это Интерстеллар. Да, 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 да. Тенденция сохраняется. Интерстеллар снимал не Марк Захаров. Ну, пусть уже Вадим. Да, а тут ничего не поделаешь. Буква К. Пожалуйста, Михаил. Может, Курасава? Может, и Курасава, конечно. Молодец, Миша. Значит, если вам показывают японского кинорежиссера, тут варианта два. Или Акира Курасава, или Такеша Китана. Да, потому что... Да, ну, особо не разгуляешься. Нет, там, конечно, много режиссеров, но, во всяком случае, это Курасава, да. Буква Л. Александр? Джордж Лукас. Джордж Лукас, да. Это практически советская классика, не расстраивайтесь уже, да. Я плохо вижу отсюда. Это уже пожилые перцы взросли на этом, значит, на этом кинематографе. Буква... Хотя отвечает почему-то самый молодой из пожилых. Буква М. Пожалуйста, Вадим. Миллионеры струщат. Ну, конечно, тут вам и карты в руки. Буква Н. Нет, никто. Прямо мне говорит, да? Ну, давайте. Не нашим. Ну, почти. Нечаев. Пусть. Да, Леонид Нечаев, да. Ну, я это имел в виду. Но вы его и имели в виду, да. Ну, я, кстати, когда про Некрасова упоминал, тоже его в виду имел. Леонид Нечаев, да, замечательный, непревзойденный. И, в общем, хочется надеяться, что по-прежнему известный. Так, буква О. Александр. Основной инстинкт. Основной инстинкт, конечно, конечно. Тех, кто смотрел «Миллионер из трущоб», когда мы смотрели с Александром «Основной инстинкт», еще, еще, как бы, они не смотрели. Они еще смотрели... Этих вот, как-то... Ну, мультики, в общем. Я пытался назвать какие-то апологические. Буква «Р». Пожалуйста, Виталий. Румянцева. Надежда Румянцева, ну, конечно. Хозяйка будильника. Буква «С». Михаил. Служебный роман. Служебный роман. Вадим, вот вы могли знать это кино? Знали, да? Мы не успели. Ну, просто они раньше знали, поэтому раньше и нажали, понимаете? Там вообще на уровне бессознательного срабатывает. Буква «Т». Александр. Квентин Тарантино. Квентин Тарантино. Но это в ту пору, когда он снимал еще криминальные чтива, а не последние, так сказать, свои шедевры. Так, поэтому вы медленнее его узнали. Так, буква «У». Пожалуйста, Виталий. Ургант Иван. Иван. Иван Ургант. Буква «Ф». Виталий. И это «Фантомас». Фантомас, прям совсем из нашего детства, да. Буква «Х». Пожалуйста. Том Хэнкс. Том Хэнкс, совершенно верно. Буква «С». Виталий. Цирк. Цирк, да. Хотя это одинаково далеко от всех. Рожайте черненьких, беленьких, скрапинков. Да-да-да-да-да-да. Спят медведи и славы, дяди, спят и тети, все вокруг спать должны. Но они проснулись, проснулись, друзья. Но надо сказать, что цирк надо знать всем, потому что 35-й год это одинаково далеко от вас и от них. Поехали дальше. Буква «Ч». Виталий. Чародеи. Чародеи, да. Такая советская телевизионная классика по мотивам Стругацким. Ничего. Так, буква «Ш». Пожалуйста. Шаг вперед. Шаг вперед, совершенно верно. Вот, даже не расстроились перцы, поскольку не понимали, что такое. Они знают «Шаг вперед, два шага назад». Владимир Ильич Ленин. Вот это да. А этот «Шаг вперед» нет. Буква «Э». Михаил? Экипаж. Экипаж, совершенно правильно. Вы знали? Успели. Захватили экипаж. Так, ну, пара букв осталось еще. Буква «Ю». Александр? Юмашев. Юматов. Юматов, да. Георгий Юматов. Замечательный совет. Молодой, да. На Джима Керри похож. Это Джим Керри на него похож, я бы сказал, да. Но, кстати, действительно, очень похож. Похож. Просто я никогда не обращал внимания. Да, очень здорово похож. Буква «Я». Виталий? Елена Яковлева. Елена Яковлева, совершенно. Она же Каменская. Она же интердевочка. Она, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Любимая актриса. Огромное количество ролей в кино и в театре. Друзья, нам осталось увидеть последнюю картинку этого раунда. Последнюю картинку, да, существенно продвинулись вперед перцы. Но, может быть, за счет того, что в сегодняшней азбуке действительно больше было такой классики, да, которую лучше знали перцы. А, может быть, потому что они просто более нервно дергались к кнопке. Вот. Вот тут опыт сработал. Но, что я хочу сказать, друзья, у нас по-прежнему начало игры, поэтому все самое интересное впереди. Гвоздь программы, так традиционно называется третий раунд интеллект-шоу, умнее не придумаешь, потому что в этом раунде приходят действительно известные люди, которых иначе, чем гвоздями программы, не назовешь. Занимают мое место, задают вопросы, на которые команды старательно отвечают. Ну и сегодня я с удовольствием представляю вам сегодняшнего гостя программы. Это кандидат физико-математических наук. Вот так вот вам, понимаете, не все в кино ходить, понимаете? Нет, кандидат физико-математических наук, заместитель. Значит, вскройте консервным ножом разума те отделы мозга, которые вас отвечают за физику, химию и все остальное, вообще за разум, да? Итак, кандидат физико-математических наук, заместитель председателя Совета молодых ученых Национальной Академии Наук Беларуси, первый лауреат премии Алферовского фонда и Национальной Академии Наук Беларуси Алексей Труханов. Алексей, мы рады вас приветствовать, мы ждем от вас интереснейших вопросов и постараемся дать на них как можно менее тупые ответы. Значит, там у нас находится команда под названием «Ювелиры», здесь четыре перца, вот, что свидетельствует об их неплохом устном счете уже, так сказать, в отношении математики. Начинаем мы задавать вопросы, начиная с уступающей пока команды, это команда «Ювелиры», значит, первый вопрос к имени. Ну что же, начнем с первого вопроса. Во-первых, добрый день, уважаемые участники. Как сказал Михаил Наумович, что я являюсь представителем белорусской академической науки, работаю в области физики, поэтому все мои вопросы сегодня будут связаны либо с физическими явлениями непосредственно, либо с известными людьми, которые работали в этой же области. Итак, первый вопрос команде «Ювелиры». Известный физик Алекс Белмор выступал с теорией, что существует семь параллельных миров, расположенных один под другим в иерархическом порядке. Критики сразу же заявили, что эту теорию выдвигали еще наши далекие предки. Внимание, вопрос. Какой предмет, знакомый нам всем с детства, приводили они в качестве доказательства? Пожалуйста, Вадим. Есть такая идея, что это пирамида. Пирамида. Это ваш окончательный ответ, да? Ну, тут один только ответ можно дать, там у них может быть еще. А почему пирамида? Вот просто откройте секрет своего мышления. Один над другим. Кто? Где пирамида? Какая пирамида? Может быть, имеется в виду ступени? У пирамиды? У какой пирамиды семь ступеней? Почему именно? Ну ладно, я так полагаю, что сейчас этот вопрос адресуется команде «Четыре пирса». Я просто хотел сказать, Анастасия, вы так загрустили при словах «известный физик». Хотя, ну правда, вопрос к физике не имеет отношения. Я сосредоточилась. А, понял. Хорошо. Итак, у нас тут немножко сомнений по поводу формы вопроса. Последнее. Что нужно назвать? Назвать, какой предмет, знакомый нам всем с детства, приводили критики в качестве доказательства того, что данная теория была выдвинута еще нашими предками. Иваныч, ну свет — это частицы. По поводу иерархии семи... Не всегда. Иногда и волна. Мы просто не можем связать. Вот у нас версия, что это... Повторите вопрос еще раз. Повторите вопрос. Еще раз вопрос. Известный физик, известный физик Алекс Белмар выступил с теорией, что существует семь параллельных миров, расположенных один под другим в иерархическом порядке. Критики сразу же заявили, что эту теорию выдвигали еще наши далекие предки. Вопрос. Какой предмет, знакомый нам с детства, приводили они в качестве доказательства? Ну, не знаем, как это являться ли это предметом. У нас только один ответ — это радуга. Радуга. Я понял, имелась в виду не пирамида. Я почему-то думал про египетскую пирамиду, а вы имели в виду детскую пирамидку. И вот эти вот самые блины, которые вешались друг на друга. Я специально... Но где там иерархия? Я специально в вопросе выделил ту часть, знакомая нам с детства. По мнению критиков, в роли модели такого мира выступала простая матрешка. О-о-о! Вот она иерархия. Замечательный вопрос. Кстати... Хотя надо сказать, что радугу тоже многие видели с детства. Кстати, мало кто знает, что в настоящей матрешке должно быть именно семь фигурок. Вот к этому и апеллировали критики. Я всегда думал, что это символ семисмертных грехов, понимаете? Глубоко... Как сказал бы классик, глубоко. Так, ну что же, второй вопрос я задаю команде «Четыре перца», правильно? Итак, известный физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Виталий Гинсбург отказывался давать интервью именно тем газетам, которые на своих страницах печатали... Внимание, вопрос. Что печатали на своих страницах данные газеты? Итак, какой ваш ответ? Опять наша командная версия — это гороскопы. Гороскопы? Да. Ну что же, я вас поздравляю, это совершенно правильный ответ. Да, лауреат Нобелевской премии Виталий Гинсбург отказывался давать интервью именно тем газетам, которые печатали гороскопы. Так он боролся с астрологией. Ну что же, мы... Которую считал лженаукой. Немножечко из истории мало кто знает. Виталий Гинсбург длительное время входил в постоянную комиссию Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой. Да, я не хочу обидеть астрологов, но тем не менее, что есть, то есть. Итак, мы вновь переходим к команде ювелиры. Третий вопрос. С какого слова, по мнению знаменитого физика Альберта Эйнштейна, начинается любое изобретение? У нас тоже командная версия. Мы считаем, что это слово Эврика. Эврика. Ну это слово принадлежало... Нам все дало архимеды. Да, да, да. Но сразу скажу, это неправильный ответ. Нет, дадим право, я так полагаю, команде четыре перца. Да, 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 все верно. Ну мы, поскольку старые перцы, можно для нас повторить вопрос? Конечно, конечно. С какого слова, по мнению знаменитого физика Альберта Эйнштейна, начинается любое изобретение? Ну, Иваныч, давай. Ну, я не знаю. Я скажу свою версию. Не знаю, она вообще непонятна, почему мне пришла в голову. Поскольку про Эйнштейна я знаю только что о теории относительности. Может, он сказал со слова «относительно». Относительно. Ну что же, хорошая версия, имеет право на жизнь. Но, тем не менее, это слово невозможно. По мнению Эйнштейна, именно со слова «невозможно». Это два слова. Как это? Что «невозможно»? Ну, я не знаю. «Невозможно» — это одно слово. Правила русского языка. Для меня «не может быть» два слова. А, понятно. Слово «образование русского языка» подвезло нас. А что, была такая версия? У нас было «не может быть», но мы вот слово «невозможно» забыли из русского языка. И вы отказались от «не может быть». Да. Мало кто знает, что очень много открытий научных и изобретений было сделано либо дилетантами, либо теми людьми, которые не боялись работать в той области, на которой лежала печать. «Невозможно». Ну, конечно, они не знали, что нельзя, поэтому и... Да, да, да. Ну что же, я так полагаю, что сейчас заключительный вопрос, четвертый вопрос, и я его задаю команде «Четыре перца». Ну, похоже, да. Итак, объясняя смысл этого популярного утверждения, физик Роберт Мэтью заметил, что все дело в небольшой высоте столов. Если бы их высота была более трех метров, то вероятность была бы примерно 50 на 50. О каком утверждении идет речь? Не будем тянуть кота за хвост. Наша вся команда знает это. Ну, она мне подсказала, соответственный ответ. Да. Это бутерброд всегда падает маслом вниз. Совершенно верно. Это правильный ответ. Закон падающего бутерброда. Да, теория вероятности утверждает, что если ронять бутерброд с высоты 3 метра и более, то вероятность данного события будет одинакова. То есть падение на каждую из сторон. Огромное спасибо вам. Не остается лишь попрощаться с вами. Спасибо огромное. Это были очень интересные вопросы. Поверьте, мы вас ждем снова. Спасибо. Каждой команде я желаю успеха и победы. До свидания. Спасибо. Это интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». У нас впереди четвертый раунд, который называется «Мой родный кут». И в нем я задаю вопросы по белорусской тематике индивидуально каждому игроку, который находится сегодня в нашей игровой студии. Отвечать надо самим. Если ответ неправильный, то игрок выбывает до конца раунда. Когда у одной команды не остается ни одного игрока, другая получает 5 баллов. Ну и, наконец, если в этой команде, которая выигрывает, остается больше, чем один участник, то они спаррингуют между собой до тех пор, пока не определится единственный победитель, который получит замечательный специальный приз этого раунда. Ну что ж, начинаем мы в этом раунде, в отличие от других, с команды, которая выигрывает в настоящий момент. Действительно, неплохую фору себе за предыдущие три раунда заготовили четыре перца, надо заметить. Поэтому начинаем мы с Виталия. Итак, Виталий, посмотрите на экран. В каком городе находится этот замок? Ну, не мучайтесь, наверное, если сразу не пришло в голову. Давайте я что-нибудь скажу. Ну, это мне напоминает ворота, которые я видел в Брестской крепости. Я думаю, что нет, конечно, но... Ну, пускай хорошо, пускай будет Бобруйск. Ну, вы знаете, насчет Брестской крепости, пожалуй, было ближе. Дело в том, что это город Коссово, это дворец Пусловских в городе Коссово, Брестская область. Тогда уж Костюшка. Действительно, да, напоминает ворота Брестской крепости, потому что близкая архитектура. Вот, дворец и окружающий его парк были заложены в 1838 году. Ну, вот, неожиданная такая потеря у четырех перцев прямо в начале раунда. Посмотрим, что скажет Елена. Как вы понимаете, вам тоже сейчас придется посмотреть на экран. И тоже сказать, в каком городе находится этот замок. Мир. Мир? Гальшаны. Я бы сказал, нет. Сражение. Дело в том, что это в Лиде. Этот замок находится в Лиде. Ну, мирский замок все-таки немножко по-другому выглядит. Да, но этот вот построен в 1330-е годы по поручению князя Гедемина. Ну, вот так вот поровну решили обменяться любезностями в самом начале раунда нашей команды. Я обращаюсь к очередному перцу, к Александру. Скажите по-белорусски астрота или остроумие? Жарт. Нет. Досцип. Ого. Жарт – это шутка, я так понимаю. Да. А вот астрота будет достип. Достип. Вот так вот оказывается. Остроумный достип. Скажите по-белорусски Анастасия. У Анастасии две эмоции. Или она сразу серьезнее, или начинает нервно смеяться. Скажите по-белорусски в таком случае определение, которое, по-моему, к вам очень относится. Чувствительный. Как будет по-белорусски? Сейчас. Мне надо подсказывать, Вадим. Должен вам сказать, что если вы начали вспоминать белорусский русский словарь с буквы «А», то вы дойдете не скоро. Да вот наоборот как-то. Сенс? Ну, можно и так сказать. Нет. Уразливы. Уразливы. Чувствительные, да. Сложный попался нам сегодня белорусский раунд. Пока еще никому не удалось ответить правильно. Продолжаем в том же духе. Типун мне на язык. Да, Михаил. Посмотрите на экран. С ужасом. Михаил повернул голову. Герб какого города вы сейчас видите? Это герб Солигорск. Это Солигорск. Браво, Михаил. Ну все, прорвали оборону. Но теперь пойдет. Давайте, Евгений, смотрите на экран. И говорите, что за город. Без понятия, но пускай будет Кобрин. Ну, пускай, действительно. Нет, это Полоцк. Это Полоцк, да. Ну, Виталий. Ну, когда-то же должен был быть вопрос о спорте. Меня здесь, компьютер меня любит. Дождались. В каком виде спорта выступала серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Инна Жукова? Ну, а это я знаю, наверное. Все-таки художественная гимнастика. Действительно художественная гимнастика, так что любит вас компьютер. А у меня дочь занималась художественной гимнастикой. Ну, видите, как здорово. Поздравляю. Так, Вадим, вы тоже в спорте прям доброе. Да уж. Я чувствую. Очень. В таком случае скажите, в каком виде спорта выступала серебряный призер Олимпийских игр 1994 года, трехкратная чемпионка мира Светлана Парамыгина? Попойно. Попойно. Старички знают. Старички знают. А юные люди смотрели в этот момент мультики еще, а не Олимпийские. Мы сказали, 1994 года, да? Ну, она трехкратная чемпионка мира. Серебряный призер Олимпийских игр. 1994 года. Ну, пусть это будет фехтование. Ну, значит, как минимум это в 1994 году были. Я уж думал, вы специально спросили про 1994 год, для того, чтобы посчитать зимние или летние. Посчитали аккуратно и сказали фехтование. А игры-то были зимние. У меня была версия конкобежный спорт. Биатлон это был. Ну, таким образом, 4 перца уже добавляют к своему счету 5 баллов. Ну, счет становится существенным, разрыв становится существенным. Но обратите внимание, не роковым, потому что формально за 4 вопроса, которые разыгрываются в последнем раунде, можно преодолеть вот этот вот чудовищный, казалось бы, разрыв. Тем не менее, нам еще нужно закончить четвертый раунд. У нас начинается спарринг «Битва гигантов». Михаил против Виталия. Виталий Виэс Михаил. Итак, Михаил. Нет, нет. Мировую заключать не будем. В этом белорусском городе родился древнерусский просветитель Кирилл. Туров. Туров, совершенно верно, потому что Кирилл Туровский. Да, 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 да. Вот, ну и, Виталий. В каком городе Гродненской области расположен музей генерала Багратиона? Опа-на. Гродненской области. Гродненской, Гродненской. И это не олень. Такое впечатление, что не все участники команды болеют за своего мистера Реда в этом раунде. А я такие. Ну, подсказать же нельзя. Нельзя. Нельзя, поэтому вы и не болеете, поэтому и издеваетесь, да. Багратиона. Багратиона. А где там Багратион мог ходить? Это вы меня спрашиваете? По дороге? По дороге, нет. Ашмяны, Сморгонь? Сморгонь. Да, подождите, ну при чем тут Сморгонь вы сказали? Да. А, вы исходите с того, где он ходил. Да. Багратион. Я так понимаю. А, видимо, музей поставили, где помещение было, в Волковыске. Ну что ж, Михаил, мы поздравляем вас. Вы совершенно заслуженно получаете замечательный приз нашего четвертого раунда. Тем более, это справедливо, если учесть, что в предыдущем туре такой же замечательный фолиант под названием «Беларусь» получил как раз мистер Ред ваш. Ну вот, теперь постепенно, постепенно каждый перец обзаводится своим фолиантом. Ну что ж, друзья, вот теперь уже можно сказать совершенно точно, что самое интересное впереди, потому что остался последний финальный раунд. Финальная битва. Первые полуфинальные игры сезона у нас впереди. Финальная битва. Так называется последний раунд интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». И буквально через несколько минут мы выясним, кто же станет первым финалистом сезона открытий. Сделаем мы такое открытие. Кто же это будет, четыре перца или ювелиры? Ну, четыре вопроса всего будет разыграно. Но прежде, соответственно, бороться с генератором случайных чисел, бороться за свою удачу, станут капитаны играющих команд. Ну, начинают с уступающей пока команды. Вадим, пожалуйста. Итак, три балла. Ну, четыре балла. Как-то не очень даже колдовал Виталий. Конечно, с таким запасом можно особо и не договариваться. Можно презирать просто генератор случайных чисел. Но я вам хочу сказать, что... Нельзя. Да, если три раза подряд вы выбросите пять, а они звездочку и ответят на вопросы, то вы начнете уважать генератор случайных чисел. Чай его давно уважает. А то вот так вот наплевать с китык и все. Ну, четыре балла. Пока что он к вам отнесся гуманно. Поэтому вопрос команде «Четыре перца» в первую очередь. В 1973 году в СССР был снят фильм «Приключения Чаполина». Авторов сценария было трое. Двое из них – Самуил Маршак и Феликс Кривен. Третий сценарист – гражданин другой страны. Сыграл в фильме роль рассказчика. Назовите этого сценариста. Итак? Ну, ответим мы командную версию, как обычно. У нас одна версия – это Джонни Радари. Ну, Джонни, Джонни только Радари. Ну, конечно, автор Чаполина, и он был рассказчиком, он рассказывал эту сказку. Молодцы! Да, слышали, как вы там мучились и сомневались между Джонни Радари и Федерико Феллини. Почему-то. Но, тем не менее, выбрали правильно. Какое отношение Феллини к Чаполине? Казанова, да? А мы знаем несколько итальянцев. Понятно. Только. Жанни Радари, Чаполина, и Феллини, и Казанова. Вы просто знали, что Чаполина – итальянец. Ну, что ж, Вадим, еще не все потеряно. Ну, вот, вот, мольбы достигли, пожалуйста, Виталий. Пятерочку нам, пожалуйста. Нет, троечку. Ну, я затрудняюсь там даже посчитать, но у меня такое ощущение, что... И не будем пока. Во всяком случае, понятно, что этот вопрос направляется в первую очередь команде ювелиров. И если они ответят на него правильно, то шесть баллов заметно поправит их турнирную судьбу. Итак, изобретение их приписывают испанскому поэту Д'Овьедо. Во времена Шекспира практически все население было безграмотно, поэтому театр «Глобус» вместо них использовал разноцветные флаги – белый, черный и красный. Назовите их. Итак, что же это за «они», вместо которых в театре «Глобус»… Ну вот я там об облегченном варианте, что же это за «они», вместо которых в театре «Глобус» из-за безграмотности населения использовали флаги – белый, черный и красный. Ну, какая-то версия была. Таблички, таблички, на которых там писали аплодисменты. И все хлопают. В театре «Глобус»? А зачем там было писать аплодисменты? Там все хлопали, когда им нравилось, когда не нравилось. А если не нравится, а хлопать надо. Да-да-да-да-да. Я знаю. Все, вы знаете. Но уже поздно. Но поздно, да-да. Ну? Ну, у нас такая возникла, я думаю, что красивая версия. Будем надеяться, что она правильная. Поскольку были безграмотные зрители, возможно, это были, используясь в виде афиш для драмы, комедии или там трагедии. Ну, вы, значит, на 97,5% правильно ответили. Значит, если было бы это сейчас красный флаг, это был боевик. Ну, конечно, афиши. Я имею в виду, что вы даже экстра, так сказать, информацию почти угадали. Дело в том, что, конечно, комедия – это был белый флаг, трагедия – черный. А вот красные означали не просто драмы, а исторические драмы. Исторические драмы. Да, и вот Настя, я так понимаю, догадалась. Друзья, в таком случае, да, в таком случае, друзья, мы можем поздравить Четырех Перцев с тем, что они стали первыми финалистами сезона. Другое дело, другое дело, что я думаю, что, понимаете, надо дать возможность Насте, как минимум, да, ответить правильно на вопрос. Например, это я обращаюсь к генератору случайных чиновников. Где он там? Вот. Давайте доиграем. Да? Да? Уже нажали, да? Я не успел даже сказать, понимаете, обратиться. Ну, хорошо. Виталий, нажимайте на кнопочку. Замечательно. Четыре балла, больше, чем один. Поэтому, ну, комбинация такая, значит, сейчас они не отвечают. Вот. И Настя просто рвет всех своими знаниями. Итак, в Гватемале традиционно их, не путать с теми их, которые в предыдущем вопросе, в Гватемале традиционно их делают так. Несколько веревочек привязывают одним концом к палочке. Затем работник, держа палочку, окунает веревочки в чан. Иной раз каждую палочку нужно опустить в чан более ста раз. Изготовлением чего занимается этот работник? Итак. Ну, хороший вопрос. Мы, надеемся, дадим хороший ответ. А Настя в следующий раз ответит. В следующей игре. Добрый парень. Команда считает, что это свечи. Эти веревочки погружаются в расплавленный воск. И за несколько приемов воск постепенно застывает, и свеча нарастает. Совершенно верно. Это производство свечей. И вновь финалистами становится команда «Четыре перца». Но, тем не менее, у нас есть еще один вопрос, который, я надеюсь, мы с удовольствием разыграем. Вот! Вот! Вадим, так бы пораньше. А, собственно, так и было пораньше. Просто Настя не вовремя догадалась. Ну, если ответите, то счет-то будет какой уже такой приличный. Знаменитые японские мастера говорят, что это время, отнятое у будней, когда гость может освободиться от всего, что его удручает. О чем же они так отзываются? Ну, капитан постеснялся, он просит повторить вопрос. Замечательно! Хорошо, я повторю. Так это кто просил, Анастасия или Вадим? Ну, конечно, Анастасия. Вы что? Понятно. Давайте, значит, повторяю вопрос для Евгения и Елены. Специально. Знаменитые японские мастера говорят, что это время, отнятое у будней, когда гость может освободиться от всего, что его удручает. О чем же они так отзываются? Мы предполагаем, что это чаепития. Совершенно верно. Японская чайная церемония. Ну и вот на этой оптимистической ноте мы аплодируем замечательной команде, которая сегодня честно играла и честно проиграла в полуфинале. Но надо сказать, что это их первая попытка выступить в нашей игре. И нельзя сказать, чтобы это была попытка неудачная, потому что они дошли до полуфинала. А это, как вы понимаете, удается далеко не всем. Так что с полным правом и с большой благодарностью мы вручаем им традиционные призы от телеканала СТВ. Призы, которые, надеюсь, напомнят вам, что всякая команда, в том числе и та, которая уже побывала в нашей игровой студии, может вновь начать свой путь в нашу игру с сайта телеканала СТВ. Так что, друзья, вперед, прям вернетесь и сразу же на сайт. Ну а теперь наше поздравление. Наше поздравление победителям, еще не совсем победителям, но уже финалистам. Команде «Четыре перца». Я напоминаю, партнер команды «Четыре перца» Ашмянский мясокомбинат. Ашмянский мясокомбинат – предприятие с богатой историей и традициями. В 2015 году отмечает юбилей 115 лет. Ашмянский мясокомбинат с повагой до якости. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и мне остается напомнить, что, ну, буквально еще одна победа! И наши «Четыре перца» могут стать чемпионами сезона открытий, а значит, получить призы от партнера программы Открытого акционерного общества парфюмерно-косметической фабрики «Модум. Наша косметика». Спонсор вашей здоровой улыбки – серия для ухода за полостью рта «32 жемчужины» от парфюмерно-косметической фабрики «Модум. Наша косметика». «32 жемчужины» – это качественный уход за полостью рта и неизменное ощущение уверенности в себе. Улыбайтесь на здоровье. Для улыбки так важны «32 жемчужины». Ну что ж, дорогие друзья, перед каждым из нас сегодня открылись новые горизонты. Перед командой «Четыре перца» горизонты победы в сезоне открытий. Ну, а перед всеми остальными, наверное, горизонты следующего интеллект-шоу «Мне не придумаешь». Так что до встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин